Всем привет! С вами проект Ютубер и в эти дни, когда все мечтают о том, чтобы с понедельника объявили карантин, предлагаю отвлечься и поговорить о том, что же произошло за последние 7 дней в сфере блогеров. Меня зовут Эрик, погнали! Половина зимы уже позади и мы все чаще начинаем думать о весне. И не только потому, что приходит тепло. Ведь актер и блогер Дмитрий Власкин поделился с нами новостью о том, что закончились съемки третьего сезона сериала Физрук. И премьера состоится как раз весной. Еще одной хорошей новостью поделился с нами Эдвард Атева. Блогер сообщил о том, что у него появился брат. А его хороший друг Ян Гордиенко на этой неделе отпраздновал полмиллиона подписчиков. И вполне возможно, что 600 тысяч не так уж и долго он будет достигать. На аккаунте Ивангая вышло видео, в котором принял участие Ян. Блогеры выполняли йога-челлендж, и для зрителей Ивана Руцкого, видимо, Ян Го показался очень веселым и интересным. Ведь в день публикации этого видео Ян набрал больше подписчиков, чем обычно за неделю. Ну а до встречи с Ивангаем блогер виделся также с командой Room Factory. Ребята, которые прославились своим шоу, короче говоря, на этой неделе анонсировали свое появление на кастинге в развлекательном шоу Лига Смеха. И теперь они будут бороться за победу в номинации «Народная комедия». Так что, короче говоря, держим за ребят кулаки. Саша Спилберг похвасталась своей трудоспособностью, ведь свое новое видео она монтировала целых 11 часов. Выпуск — это непростое, ведь это летсплей. Да и летсплей — это непростое, ведь Саша проходила игру о Гарри Поттере. Смогла ли она спасти Хогвартс? Узнайте из видео на ее канале. Марисен снова в центре внимания. Январь для нее проходит просто шикарнейшим образом, ведь вслед за юбилеем в 100 тысяч ей уже нужно было поблагодарить всех за 200. Блогер пообещала, что продолжит радовать всех своими работами в разных жанрах. Объяснила, что YouTube для нее — это в первую очередь творчество. Ну а пока мы рассказываем о Марисен, ее канал уже приближается к отметке в четверть миллиона. Парни из Чебураша Пранкс ТВ выпустили ролик, в котором смоделировали ситуацию похищения ребенка прямо на глазах у прохожих. Выпуск получился, как всегда, качественным, а вот последствия его были известны еще до публикации на YouTube. Ведь один из прохожих заметил что-то подозрительное в разговоре пранкера и ребенка и вызвал полицию. Парням было приятно, что все-таки людям не было безразлично происходящее, но вот только от приезда полиции приятного было мало. Ведь чтобы во всем разобраться, работникам службы понадобилось 6 часов, в течение которых пранкеры находились в отделении. В ближайшее время нас ожидает просто бум блогерских юбилеев, ведь круглым цифрам подобрались лидеры русскоязычного YouTube. Интересно, что сразу троим не хватает буквально 50 тысяч для преодоления очередного миллиона. Это Макс 100500, Ивангай и Катя Клэп. Давайте же гадать в комментариях, кого из этих троих мы первого сможем поздравить. За рубежом определяют лучших ютуберов года. Проходит это в рамках конкурса The Shorty Awards. В интернете сейчас идет голосование и среди ютуберов выбирают лучших в четырех номинациях. Лучший комик, лучший ансамбль, YouTube-гуру и лучший YouTube-исполнитель. Также на премию блогер года номинированы Тайли Рокли, Пьюди Пай, Заэлла, Коннор, Франта и другие. Напомним, что в прошлом году победителями стали Джена Марблс, Пьюди Пай и Дуэт Смош. На следующей неделе Трой Сиван отправится в гости на популярнейший проект The Alien Show. Выпуск выйдет в эфир 28 января и приблизительно в эти же дни на нашем канале появится новый эпизод рубрики «Ютубер-цифры». Но кроме того, мы запускаем новый конкурс. В этот раз мы разыграем четыре футболки с автографом Яна Лопаткова, а также упоминание имени победителя в выпуске его проекта «Топлес». Делайте репост этого видео из нашей группы ВКонтакте и участвуйте. Прямая трансляция розыгрыша пройдет в субботу на нашем канале, так что подписывайтесь. Я всем желаю удачи. Это был проект «Ютубер». Меня зовут Эрик. Пока. В 2015 году для того, чтобы набрать миллион подписчиков, Ване нужно было в среднем три месяца. А вот чтобы заработать свой первый миллион фолловеров, блогеру понадобился один год, 7 месяцев и 17 дней. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!